Всем привет, с вами Радио. Сегодня у нас лекция с Андреем Назаренко про японское правое движение. Привет, Андрей. Добрый вечер. Андрей, кто не знает, у нас живет в Японии уже пару лет, да? С 14-го года. С 14-го года, да. А ты сразу там уже в правом движении состоял или как? Я вступил буквально в августе этого года. До этого у меня языковые навыки не позволяли участвовать в политическом движении. Ну, как только подучил язык, сразу связался. А ты был правом или аналистом еще до приезда в Японию или как? Ну, еще до приезда в Японию я поддерживал Майдан, поддерживал украинские националистические движения. Ну, и в Японии тоже я много изучал историю Японии, и в Японии тоже я поддерживал правые движения. Я, в принципе, сторонник любых правых движений в любой стране. Но все-таки остановился на японском праводвижении. Вот почему, интересно? Ну, вообще у моей семьи была долгая история связи с Японией. У меня отец в 90-х годах долгое время преподавал дзюдо, поэтому с детства у нас в квартире было много книжек про Японию, много книжек про бусидо. Ну, и я почитывал, увлекался. Но переломный момент произошел в 2010 году, когда я по новостям услышал, что Китай вытеснил Японию со второго места в мире по ВВП. И я тогда впервые вообще задумался о том, на каком месте в мире находится Япония, что она из себя представляет. Стал больше об этом изучать и увидел японское экономическое чудо, японский образ жизни, японскую экономику. И вот с этого началось мое увлечение Японии. Окей, давай. У тебя, я знаю, план лекций есть. С чего ты собираешься начать? Хорошо. В общем, хотелось бы начать с краткого экскурса в историю японского этноса в целом, немного затронуть историю зарождения японского национализма, ну и плавно перейти к современному состоянию дел. В общем, до середины 19 века в Японии не существовало самого понятия этнос. 300 лет страна была полностью закрыта от внешнего мира. В самой Японии под страхом смертной казни было запрещено строить корабли, способные пересечь море, ну и вообще покидать страну под каким-либо предлогом. Из иностранцев только Китаю и Голландии разрешалось отправить по два корабля в год, и то они имели право зайти только в специально построенный искусственный остров Дэдзима. Таким образом, простой народ вообще не имел представления о том, что существует какой-либо внешний мир. Слово, которое в современном японском языке означает «государство», изначально употреблялось в значении «феот», «провинция». А патриотизм означал не любовь к родине, а означал чувство долга по отношению к своему феодалу. И даже в древних японских преданиях, таких как «Кодзики» или «Нихонги», космология, то есть учение о происхождении мира, тоже ограничивалось исключительно японскими островами. Мол, бог Дзанаги погрузил в море свое копье, когда достал, упавшая капля затвердела и стала первым из островов японского архипелага. Повторив это действие несколько раз, появилась Япония. Про существование чего-то за пределами Японии там упоминается настолько скупо, что, можно сказать, не упоминается вообще. Единственным, что объединяло государство в период феодальной раздробленности, была персона японского императора. Это в европейских языках его титул переводят как «император». В оригинале значение этого термина «хозяин неба», что подчеркивает его происхождение от богов-прародителей. Во все времена, даже после реставрации Мейзи, когда Япония открылась миру, функции японского императора были намного ближе к папе римскому, чем к европейским монархам. То есть он проводил религиозные церемонии и был связующим звеном между миром людей и миром богов. В конце XIX века эти отношения между японцами и императором оформились в национальную идею, так называемый «кокутай», дословно «тело нации». Это понятие описывает духовную связь между императором и его подданными. И, собственно, оно и лежит в основе японского национализма до сих пор. Именно поэтому в Японии нет движений наподобие «white power», которые выступают за превосходство азиатов или монголоидов. Ни один не то что правый японец, даже простой среднестатистический японец не ощущает себя частью Азии. И даже наоборот, согласно соцопросам, 70% японцев ответили, что больше всего ненавидят Китай. На втором месте Южная Корея. Ну, и эти отношения взаимные. Что в Китае, что в Корее стабильно каждый год проходит по десятку антияпонских акций. И, кстати, и в гитлеровской Германии, и в Южной Африке во времена апартеида у японцев был статус почетных белых. То есть у них были полные гражданские права. В то время, как китайцев и корейцев без колебаний относили к цветным. Более того, Сэмюэл Хантингтон в своем исследовании под названием «Столкновение цивилизаций» разделил весь мир на 9 этнокультурных регионов. Это западная цивилизация, православная цивилизация, индуистская цивилизация, ну и так далее. Так вот, даже там японская цивилизация была выделена отдельно, как не принадлежащая ни к одной другой. Ну и японские ученые до сих пор чуть ли не с пеной у рта доказывают, что иммигранты с материковой Азии не оказали никакого влияния на формирование японского этноса. В общем, к чему я это сказал? Национализм в Японии имеет не этнический характер, а культурологический. Плюс он продвигает исключительность и самодостаточность именно японской культуры. Соседние азиатские государства рассматриваются скорее как враги, чем как братья. В общем, так бы и продолжался этот японский изоляционизм, но в 1853 году в Канагаву прибыл флот американского коммодора Перри. Американцам не нравилось, что Япония закрылась от мира и не признавала ни импорта, ни экспорта. Поэтому американцы решили насильственно вскрыть Японию и навязать им торговлю. Тогда произошел первый раскол в обществе. Сёгунат и северные феодалы выступали за то, чтобы продолжить изоляционизм и попытаться силой выгнать настренных иностранцев. А император и южные феодалы были впечатлены американскими технологиями и посчитали, что в прямой конфронтации у Японии нет никаких шансов, поэтому если начнется война, то Япония станет колонией. Тогда в Японии началась гражданская война, в которую победителем вышел император. И здесь важно понимать, что оба лагеря были крайними националистами. Просто одни были консерваторами, которые хотели сохранить нынешний порядок, а вторые прогрессивистами, которые считали, что для выживания нужно меняться. Интернационалистов среди них не было ни одного. И под руководством императора Мейзи страна прошла огромную модернизацию и за неполные 40 лет стала державой, которая смогла победить Российскую империю в русско-японской войне 1905 года. Вообще, с тех пор, как Япония открыла свои границы в 1867 году и до начала Второй мировой войны, не было ни одной войны, в которой японская империя бы проиграла. Были Первая японо-китайская война 1895 года, Русско-японская 1905 года, Аннексия Кореи 1910 года, Первая мировая 17-го года, Захват Манчжурии в 1933 году. И везде Япония выходила победителем. И здесь наметился второй важный раскол националистического лагеря. Одни под влиянием идей союзной гитлеровской Германии увидели в этой череде успехов свое этническое превосходство. То есть, они отошли от идеи верховенства императора в пользу идеи верховенства японской нации. Они преобразили значение слова «кокутай» – тело нации, сделав его тождественным национальной особенности. То есть, своду характеристик, которые присущи только японцам. В свою очередь, японскому правительству и императорскому дому эти идеи не очень понравились. В противовес этнической идентичности, государственная машина пропаганды стала продвигать идеологию «хакко-ичию», дословно «весь мир под одной крышей». Основной идеей было то, что азиатские страны очень страдали от колониального гнета западных держав, и на Японии лежит великая миссия освободить их, ну а потом объединить их всех под своим крылом. В то время в Азии было только два независимых государства – это Япония и Таиланд. Все остальные были западными колониями. Ну и вот Япония, вооружившись принципом «хакко-ичию», стала спонсировать во всей Азии движение за создание независимых государств. Это впоследствии стали называть японским империализмом. То есть перед Второй мировой основная конкуренция шла между националистами и империалистами. В конце 30-х годов вторые окончательно вытеснили первых, поэтому была полностью упразднена этническая сегрегация в школах. Корейцы и тайванцы, которые на тот момент были частью Японской империи, могли свободно перемещаться по стране и даже служить в армии. Например, отец бывшего президента Кореи, который сам в свое время был президентом, он во времена Японской империи служил в Японской императорской армии. Чан Кайши, лидер Гаминьдана, впоследствии создал Китайскую республику на Тайване. Он закончил токийский вуз и долгое время жил в Японии. И до сих пор эти страны, они достаточно консервативные, и в их устройстве четко прослеживаются корни Старой Японии. Особенно южнокорейская экономическая система почти полная копия японской. И там и там реальная власть над экономикой принадлежит гигантским промышленным конгломератам, корпорациям. Просто в Японии их называют зайбатсу, а в Корее чеболь. Ну и, как всем известно, Вторую мировую войну Япония проиграла. С 1945 по 1952 год Япония не была суверенным государством. Вся полнота власти принадлежала верховному командующему союзными войсками, а конкретно генералу Маккартуру. Американцы начали масштабную программу демилитаризации и пацифизации Японии. Для этого, в первую очередь, была принята новая конституция страны. Она от А до Я была составлена оккупационной администрацией. По ней император лишался всех политических прав и объявлялся простым символом нации. Упразднялась вся аристократия, вводилось избирательное право для женщин, верховенство прав человека. Ну и самое главное, была принята девятая статья конституции, которая на веки вечные запрещала Японии обладать вооруженными силами. И здесь возникает интересный вопрос. На токийском трибунале, аналоге Нюрнберга, были осуждены сотни японских идеологов и военачальников. Но персона самого императора, который по сути является главным столпом японского национализма, осталась абсолютно неприкосновенной. Он прожил до 1989 года. Так почему же его не тронули? Здесь я хочу зачитать одну из предсмертных записок Камикадзе. «Когда я думаю о всех лживых уловках, к которым прибегают некоторые наши хитрые политики, морочащие головы честным гражданам, у меня во рту остается дурное послевкусие. Однако я готов без колебаний исполнять приказы командования и даже тех самых политиков, потому что я уверен в справедливости устройства Японии. Японский образ жизни поистине прекрасен, и я горден так же, как горд истории Японии, и ее преданиями, отражающими чистоту наших предков и их верований. Неважно, истинны были эти верования или нет. Этот образ жизни есть продукт всего лучшего, что передали нам наши отцы. И живым воплощением всего прекраснейшего, что есть в нашем прошлом, является императорская семья. В ней выкристаллизовалась слава и красота Японии и ее народа. Великая честь возможность отдать жизнь, защищая эти красоту и славу». В общем, короче говоря, на тот момент император был единственным авторитетом в стране. Смерть для японцев была пустым звуком. Они шли на фронт с целью мирить за императора. На запись в Камикадзе стояли очереди, и правительство даже было вынуждено создать перечень требований для желающих стать смертниками. Например, туда не принимали женатых людей, единственного сына в семье, ну и так далее. И слово императора было единственной вещью, которая останавливала этих фанатиков от начала полномасштабной партизанской войны. По расчетам союзников, их потери в случае попытки оккупации самой Японии составили бы больше миллиона убитыми. И тут вспоминается пример такого солдата, как Хиро Онода. До него весть о капитуляции не дошла, и он продолжал воевать в джунглях до 1974 года, то есть больше 30 лет. И сложил он оружие только тогда, когда ему это приказал непосредственно бывший командир. Конечно, были те, кто не поверил в новости о капитуляции и посчитал, что императора заставили отдать приказ. Такие люди, которые искренне верили в Хакко и Чию, они влились в локальные освободительные движения Юго-Восточной Азии. То есть продолжили воевать за независимость Индонезии, Бирмы, Вьетнама и так далее. И, кстати, в Бирме на День независимости до сих пор возлагают цветы на могилы японских солдат. Короче, чтобы обуздать фанатиков, которыми была полна армия, и сохранили должность императора. А для того, чтобы Япония больше никогда не смогла стать конкурентом США, оккупационные власти стали проводить серьезную пропагандистскую кампанию. Во-первых, это была так называемая War Guild Program, программа насаждения вины за Вторую мировую войну. Американская администрация создала такое объединение, как Никкёсо, ассоциация учителей Японии. В нее специально набирали исключительно леваков, социалистов, коммунистов, соцдемов и так далее. И им была поставлена задача перевоспитать нацию, заставить Японию, как немцев, платить и каяться за грехи. Всех старых учителей, наоборот, поспешили уволить. И отголоски этой кампании чувствуются до сих пор. Например, я сейчас работаю преподавателем английского, но мне однажды довелось послушать лекцию по истории. Так вот, там преподаватель высказался так. Япония была фашистской страной, а фашизм – это когда ты оккупируешь соседние страны и убиваешь там всех. Ну, короче, вот такая примитивная да ужаса пропаганда. Во-вторых, вы, противовес продолжавшим иметь огромную популярность националитическим партиям, были вновь разрешены Компартия и Социалистическая партия. В общем, Америка поощряла всех, кто выступал с критикой Японской империи. И во времена Холодной войны это им, кстати, потом здорово аукнулось. В общем, собственно, с этого момента и начинается история современного правого движения. Бывшие имперские политики и чиновники, они никуда не исчезли. Конечно, они поменяли себе название, стали называться «Либеральная партия» вместо «Ассоциации помощи трону», но суть их от этого не изменилась. Это были чистые воды консерваторы старой закалки. После того, как режим оккупации был снят, они спокойно вернулись на политическую арену, и на открытых демократических выборах 1955 года снова получили большинство в парламенте. И вот с тех пор, с 1955 года по сегодняшний день, то есть уже более 60 лет, это либерально-демократическая партия Японии, которая по сути является националистами-консерваторами, практически бессменно правила страной. Был короткий перерыв на 11 месяцев в 90-х годах, ну и на один или два года в 2009 году. Но каждый раз, когда оппозиция побеждала на выборах, они в итоге теряли всю поддержку и вынуждены были назначать досрочные выборы. В общем, ЛДПА, либерал-демократы, в которую входили либо бывшие проимперские политики, либо дети онных, прочно укрепились во власти. А потом началась Холодная война, а за ней Корейская война. И главным врагом стал уже не фашизм, а коммунизм. Ну и тогда американцы осознали, какую химирование выпустили на свободу. Хоть в парламенте власти была проамериканской, любая попытка как-то помочь США в борьбе с коммунистической заразой вызывала огромную волну протестов. Потому что выросло поколение людей, которым вдолбили в голову, что любая война это плохо, армию иметь нельзя. Будет армия, будет война. Ну и понятное дело, что СССР всячески содействовал распространению таких идей. И даже когда ассоциация учителей Японии лишилась главного спонсора в лице США, они быстро нашли ему замену в социалистическом лагере. Ну и продолжили промывать мозги населению. В общем, сложилась ситуация, когда пассивное консервативное большинство, хоть и избирало в правительство националистов, но они были связаны по рукам и ногам активным агрессивным меньшинством, левыми группами. И тогда для борьбы с левыми идеями и зародились проправительственные, но дистанцированные от власти националистические организации. Премьер-министр Японии не мог оправдывать действия Японской империи или выступать за создание сильной армии. Его бы сразу раздавило волной критики, мол, он пытается пересмотреть историю, ревизионист, фашист и так далее. А вот правые организации могли. И правительство развязало им руки тем, что планомерно отказывалось принимать любые законы, ограничивающие свободу выражения. До сих пор в Японии на государственном уровне не существует законов, запрещающих расовую дискриминацию или hate speech. Нет запрета на свастику. Майн кампф Гитлера не просто свободно продается, вышла даже его адаптация в виде комиксов манги. Государственные символы, флаг, герб, гимн остались неизменными. То есть, даже сейчас на всех официальных мероприятиях поют «Правь император сотню или тысячу или поколений, пока мог не украсить скалы, выросшие из щебня». Это официальный гимн Японии. Дальше, думаю, все знают японский клич «банзай». Так вот, «банзай» дословно означает «10 тысяч лет жизни его величеству императору». То есть, фактически, эта фраза недалеко ушла от Зигхайля, но она продолжает свободно использоваться, особенно на всяких спортивных мероприятиях. Дальше, флаг «Восходящего солнца», который сейчас служит фоном нашего эфира. На самом деле, это был символ японской императорской армии. Он продолжает широко использоваться до сих пор. Более того, когда в Японии были воссозданы силы самообороны, фактически аналог армии, этот флаг стал их символом. Дальше, в Японии остается очень жесткая иммиграционная политика. Например, в прошлом году из 8 тысяч заявок на получение статуса беженца было одобрено 4. Это меньше доли процента. Для получения рабочей визы высшее образование это законодательное требование. То есть, не закончил университет, не имеешь права работать в Японии. Для того, чтобы страну не наводнили гастарбайтеры, японское правительство обязало работодателей платить иностранцам зарплаты больше, чем японцам. То есть, потерялся сам смысл привлекать зарубежную рабочую силу, потому что она не дешевая, она обходится дороже, чем японцы. В Токио целый невредим храм Ясукуни, в котором в качестве богов почитаются солдаты, отдавшие свою жизнь за Японию. Среди них, в том числе, те, кого токийский трибунал признал военными преступниками. Каждый год, 15 августа, его посещают японские парламентарии, но это вызывает бурю протестов в Корее и Китае. Вообще, в целом, японское общество остается очень консервативным, но не в том плане, что тебе там косо смотрят вслед, или там скины избивают иностранцев с криками «Вали на родину!» Такого нет. Просто на бытовом уровне остро ощущается вера японца в свою уникальность. Мне вот рассказывали историю, что в 60-е годы японцы не покупали иностранные лыжи, потому что думали, что они не будут ездить по японскому снегу. Дальше, в газетах часто можно увидеть статьи, плана «Почему только японцы называют стрекотание насекомых голосом? Все дело в уникальном строении мозга, заточенного под гармонию с природой». Или там «Почему японцам тяжело дается английский язык? У японцев совсем другие уши». Иногда до абсурда доходит. Я в одном учебнике по-английскому прочитал такую фразу для перевода «В Японии апрель теплее, чем март». Офигительная новость. Мне интересно, в какой стране северного полушария это по-другому. И вот японцы даже когда друг с другом общаются, постоянно употребляют фразы вроде «У нас в Японии», «Японцы» и так далее. Ненависти к иностранцам, кроме корейцев и китайцев, никакой нет. Скорее, есть нездоровый интерес. Постоянно с тобой пытаются заговорить, порасспрашивать, как там дела у тебя в стране. На ТВ даже шоу есть целиком про иностранцев в Японии. Там журналисты ловят туристов в аэропорту и расспрашивают их, с какой целью они приехали в Японию. И даже если на работе или еще где-то сделаешь какую-то ошибку, то японцы подумают, он же Гайдин, что с него взять? И обижаться никто не будет. Скорее, наоборот, все будут носиться с тобой, как с маленьким ребенком, объясняя даже очевидные вещи. В общем, патриотизму учить японцев не надо. Но проблемы возникают тогда, когда эти патриотические чувства пытаешься перенаправить из внутренней политики во внешнюю. Ну и здесь хотелось бы рассказать об общих тенденциях современного права движения. Как я говорил ранее, в 19 веке японские правы делились на изоляционистов и прогрессивистов, в 20 на националистов и империалистов. А в 21 веке самое главное отличие правых групп это их отношение к США. Самые крупные движения, включая Майо, они выступают за усиление Японо-Американского союза. Мол, Япония вместе с США должны единым фронтом выступить против китайского экспансионизма и северокорейского милитаризма. Ну еще исламского терроризма. И это собственно самый реалистичный сценарий ре-милитаризации Японии, потому что сейчас на японских островах расквартировано около 50 тысяч американских военных. И причем у них есть база даже в самом Токио. То есть выступать против Америки не вариант. Но противостоят им естественно американофобы изоляционисты. Они не могут простить американцам Хиросиму. Ну и вообще верят, что все беды в Японии от демократии и капитализма. Мол, если вернуться старые времена, если выгнать всех иностранцев, то тогда все заживут. Ну и несложно догадаться, что американофобы очень симпатизируют Россию. Но к большому счастью они являются маргиналами и собственно никакой реальной власти в них нет. Что же касательно лично моей организации Ниппон Кайги. Влево либеральных СМИ ее поносят как самую большую фашистскую организацию Японии, которая борется за возрождение империи и общество в котором у женщин, геев и иностранцев будет не больше прав, чем у животных. Это левые так их клеймят. Ну и естественно это полный бред. Уже сам факт того, что я полноправный член этой организации и много раз выступал на их официальных мероприятиях доказывает полную бредовость этих обвинений. В нашей организации 300 депутатов парламента, в основном исправящие либерально-демократической партии, 80% министров, ну еще неисчислимое количество всяких мэров, депутатов гурсовета и прочих политиков рангов поменьше. Сам премьер-министр Японии тоже член этой организации. А бывший ее глава это верховный судья Верховного суда Японии. То есть можно сказать, что это идеологическая машина поддержки консервативного правительства. Они говорят то, что правительство не может сказать прямо на официальном уровне. Ну и за что собственно мы да и все правы организации в принципе боремся. Самая главная цель это изменение девятой статьи Конституции Японии. Девятая статья запрещает Японии иметь любые вооруженные силы и отрицает само право на ведение войны. Это была бы отличная статья, если бы в соседях у Японии не было КНДР России и Китая. Все эти три государства ежегодно повышают расходы на оборону, наращивают миллионные армии. И у каждой из них есть территориальные претензии к Японии. Например, Россия до сих пор незаконно оккупирует Курилы, Китай пытается аннексировать острова Сенкаку с залежами нефти, а некоторые китайские чиновники говорят, что и вся Окинава должна быть китайской. Но КНДР просто поехавшие. Они похищают японских граждан, запускают ракеты в Японское море и угрожают всем вокруг и в этих условиях этот пацифизм это крайне губительная вещь. Это фактически самоубийство. Конечно, де-факто у Японии есть и армия и флот. И по объему военного бюджета Япония находится на седьмом месте в мире. Называется эта армия силами самообороны, но на ней лежит огромная куча юридических ограничений. Например, объем военного бюджета не должен превышать 1% от ВВП. До 90-х годов силы самообороны не имели права покидать территорию Японии. В 90-х им разрешили участвовать в миротворческих миссиях ООН, но они не имеют права применять оружие, а должны выполнять чисто медицинские или инженерные миссии. Дальше, Япония не имеет права на участие в договорах коллективной обороны. США обязаны защищать Японию, а Япония не имеет права отправить солдат на помощь США. Военный экспорт тоже был запрещен до 2014 года. Какие-никакие подвижки есть, но, честно говоря, это все незаконно. Наличие сил самообороны само по себе противоречит Конституции. И просто глупо, что в 21 веке Япония должна подставлять себя под удар из-за того, что 70 лет назад они выбрали не ту сторону в войне. И, кстати, активнее всего в смене Конституции сопротивляется Компартия. Коммунисты требуют полного разоружения и расформирования сил самообороны. Далее, вторая цель тоже связана с пересмотром Конституции. Вообще, эта Конституция, она была написана оккупационная администрация в 1946 году и ни разу с тех пор не пересматривалась. Ни один пункт. Мир с тех пор кардинально изменился, например, Советский Союз полностью исчез, соцлагерь распался. Но Япония вынуждена продолжать следовать указам Макартура. И вот вторая цель японских правых движений это утверждение императора номинальным главой государства. В нынешней Конституции вообще нет такого понятия, как премьер-министр, но юридически его просто не существует. При этом особо хочется отметить, что никаких особых полномочий императору передавать не планируется. И возврата к абсолютной монархии тоже не планируется. Просто сейчас императору запрещено голосовать на выборах и даже вообще высказываться на политические темы. То есть самый уважаемый человек в стране не имеет право на воле изъявления. Это неадекватно. Мы хотим вернуть ему хотя бы третья цель это отмена мазохистского взгляда на историю. Мол во всем виновата одна плохая Япония. Здесь хотелось бы вспомнить с кем воевала Япония. С Америкой, Голландией, Британией, Францией. Где воевала Япония? На Филиппинах, во Вьетнаме, в Индонезии. Возникает закономерный вопрос что там делали все эти страны. Если отправлять армию в другую страну это такое страшное преступление, то почему на скамье подсудимых не было ни одного колониалиста? Вот в этой связи мы выступаем за реформу системы образования, чтобы на уроках всем рассказывали не только о том, что плохая Япония хотела поработить соседей, но и о конкретных причинах и предпосылках войны. Кроме того, мы выступаем за полный отказ от выплаты репараций. Япония уже отдала и Китаю, и Корее миллиарды долларов, но чем больше им даешь, тем больше они требуют? Почему уже даже не дети, а внуки тех, кто жил в Японской империи, должны оплачивать счета за чужие грехи? Тем более, что китайские историки, они чуть ли не каждый год приписывают по нолику к их числу жертв японской агрессии. И вот недавно как раз корейцы в очередной раз отнаглели по этому поводу. Во времена Второй мировой войны существовали женщины комфорта, военные проститутки, которые обслуживали японских солдат. Это было признано преступлением против человечности, бла-бла-бла, и Япония была вынуждена заплатить миллиарды долларов этим бывшим проституткам. По-моему, раза три Япония выплачивала эти деньги, и о Корее все было мало, она просила больше денег, больше денег. И вот в 2014 году японское правительство снова пошло на уступки. Оно согласилось заплатить 10 миллионов долларов в обмен на подписание договора об окончательном закрытии вопроса. Корея получила 10 миллионов долларов, и что бы вы думали, не прошло и двух лет, как они завопили, что этого недостаточно, и установили памятник военным проституткам прямо перед японским консульством. То есть это откровенный рэкет и нарушение международных договоренностей. Ну, остальные цели уже не такие глобальные. Это, например, укрепление института семьи, занятие жесткой позиции по территориальным вопросам и так далее. Но, в принципе, перечисленные мной цели, их разделяют абсолютно все правоконсервативные движения. Отличаются только методы. Например, маленькие объединения, так называемые уёку-дантай. У них нет политической власти, да, и денег у них, собственно, не особо много, поэтому они снаряжают агитационные машины, ездят по городу и вещают пропаганду, но иногда устраивают митинги. В свою очередь, Ниппон-кайги занимается публикацией газет, журналов, книг, проводит лекции по всей стране, устраивает разные мероприятия и так далее. В общем, все очень официально и цивильно. Да, на последних выборах 2016 года либерально-демократическая партия Японии смогла взять 66% в мест в обоих палатах парламента. То есть, это именно то, что нужно было для смены конституции. Основная проблема в том, что даже если обе палаты парламента примут решение о смене конституции двумя третями голосов, проект новой конституции должен быть принят на всенародном референдуме. Поэтому сейчас наблюдается активизация правых сил по всем фронтам с целью склонить общественное мнение к пересмотру конституции. По данным соцопросов, сейчас количество сторонников и противников пересмотра примерно одинаково, поэтому счет идет на доли процентов. Ну, вот, собственно, основные цели нашего правого движения. Все? Все? Да, у меня все. Наушники у тебя есть? Что? Наушники у тебя есть, а то что голос слышал. Да. Это. Сейчас, секунду. Все подключил. Окей. Первый вопрос из чата. Как переехать в Японию остаться там жить? Часто мне задают этот вопрос. как я уже раньше говорил, для получения рабочей визы нужно иметь высшее образование. Не важно, какого университета, главное, просто, чтобы была корочка в высшем образовании. Тогда, в общем, как я сюда попал вообще? Изначально я поехал в японскую языковую школу. То есть, пять дней в неделю, четыре часа в день изучаешь только японский. И это языковая школа, в нее часто приходят работодатели, которые ищут, например, владеющих иностранными языками и так далее. Вот через эту языковую школу можно попытаться пробиться на собеседование и получить рабочую визу. Самый легкий способ это жениться на японке. Ну, или выйти замуж за японца. Тогда автоматически тебе выдается брачная виза на три года. И, если ты три года проживешь в браке, то можешь получить ПМЖ. Но, с другой стороны, если за эти три года вы разведетесь, то тебе нужно будет возвращаться в свою страну. Вообще, японские компании очень не любят нанимать людей, нанимать тех людей, с которыми они не общались вживую и у которых нет опыта жизни в Японии. Поэтому, скорее всего, для получения работы в Японии придется лично ходить на собеседование. Так что, я всем советую поступать в языковую школу. Да. Окей, такой вопрос. Ты думаешь, нужно ли Украина свой император, чтобы объединить народ здесь? Дело в том, что японская императорская семья, ее история насчитывает, по японской историографии, 2670 лет. То есть, больше 2500 лет на престоле была одна императорская фамилия. И именно в этом кроется секрет того, что японцы уважают. Эту императорскую семью. Это символ всей японской истории. Если проследить генеалогию императора, то вся японская история раскроется перед тобой. Нельзя представить Японию без императорской семьи. В то же время в Украине я не вижу ни такой древней династии, ни человека, который способен основать такую династию. Поэтому я считаю, что если Украина однажды перешла к демократической системе управления, то нам нужно развиваться в этом ключе. Отношение правых дискриминации баракуминцев и окинавцев считает ли о них японской нации? Ну здесь тоже у разных правых разные позиции по этому вопросу. Буракумины это они остались где-то в 90-х. Я с тех пор как приехал в Японию ни разу не слышал ни про самих буракуминов, ни про их дискриминацию. И кстати буракумины это не этнос, это социальное положение в обществе. Это люди, которые выполняли самую черновую работу. Поэтому это не этническая дискриминация. Касательно окинавцев да как бы выразиться в общем окинавцы и айны у них действительно была своя государственность но это осталось в прошлом. То что окинава стала Японии это уже свершившийся факт и даже тот факт что в 72 году я думаю человек задавший этот вопрос знает что после завершения второй мировой окинава 30 лет была частью США именно полноправной части США и вот в 72 году из-за движения за воссоединение с материковой Японии американцы передали окинаву Японии то есть даже в самой окинаве абсолютное большинство не идентифицирует себя как окинавцев а считает себя простыми японцами поэтому не знаю даже что больше сказать нет обособленного окинавского этноса поэтому и нет дискриминации по отношению к ним они считают себя японцами и живут в японском обществе как простые японцы почему японские правы не считают японские диаспоры японской нации ну я уже упоминал про то что в японском правом движении есть сторонники этнической идентичности и культурологической идентичности и вот эта культурологическая идентичность она зарождается в социуме как бы человек должен родиться в этом обществе жить в этих условиях перенять эти культурные ценности и тогда он становится полноправным членом общества а те японцы которые живут за рубежом они живут в совсем других условиях даже если они по крови японцы они имеют очень слабое представление о том как устроено японское общество и им очень сложно влиться и полноценно перенять японский менталитет поэтому они часто допускают там всякие оплошности в этикете оплошности в языке и это очень бросается в глаза как бы натуральным японцам и из-за этого создается такой барьер между настоящими японцами и зарубежными японцами и те японцы которые родились и выросли за рубежом их уже из-за японцев особо не считают это к ним отношение как к простым иностранцам которые очень хорошо говорят по-японски вот такая ситуация окей чаще куча вопросов погоди а так вот вопрос интересно почему весь хентай с извращениями а почему бы ему не быть как бы ну ладно это все просто полгорал что скажешь о японских скиндвижениях мы все-таки о правом движении японском говорим да мы не про хентай сегодня тема так что ладно да давай про скиндвижения на улицах я таких не встречал конечно но наиболее близки к нашему скиндвижению это уеку дантай это малочисленные правые организации они там угорают по свастике бреют головы на лысо и тому подобное но у них они в японском обществе они считаются маргиналами никакого серьезного отношения к ним нет и в политике перспектив у них тоже никаких нет это скорее как такие кружки по интересам потому что в японии нет полноценной армии они очень любят этот милитарный стиль и вот они себе шьют форму со свастиками маршируют на парадах импровизированных ну и вещают пропаганду на агитационных машинах никаких насильственных действий никаких там драк с иностранцами они не устраивают потому что если они это сделают то их быстро повяжет милиция полиция вернее в японии вообще очень строгие законы касательно насилия здесь запрещено все оружие запрещены даже кастеты биты если у тебя вообще с вами есть нож с собой это уже преступление то есть тебя арестуют ну и даже простой удар не просто если ты ударил кого-то даже словесное публичное оскорбление чести другого лица это тоже в Японии считается преступлением из-за этого можно ответить по закону поэтому это я говорю что законов против расовой дискриминации нету но против конкретного человека законы есть то есть если ты назовешь его идиотом придурком или сдохни то это будет преступление но если ты скажешь что все негры плохие этого ничего не будет вот и поэтому все эти правоорганизации они существуют но они особо на свет не выходят потому что полиция за всем этим следит и никаких активных акций они тоже осуществлять не могут вот такая ситуация с ними приглашают ли в Японию иностранцев в каком плане приглашают ну это я не понял на самом деле вопрос ну ладно почему организация УЕКУ имеет в составе корейцев и китайцев дело в том что эти корейцы и китайцы они оказались в Японии потому что во времена Японской империи Япония и Корея были одним государством и по официальной позиции корейского правительства японцы насильно вывозили корейцев трудиться на японских заводах то есть на материковую Японию так сказать ну материковая неправильность в общем в метрополию и после того как империя распалась после того как Корея получила независимость эти люди остались в Японии но в каких условиях они были воспитаны они родились в Японской империи они получили японское образование они ну точно так же как и японцы им промывали мозги пропагандой там императорского величия и так далее и они реально проникли в этой идее и им было больно осознавать что внезапно их как бы разделили что все теперь японцы и корейцы это абсолютно разные вещи и они ударились в крайний национализм то есть решили защищать тот строй к которому они привыкли и поэтому связались с японскими правами как бы правое движение это то что связывает корейцев и японцев отношение японских правов китайцам из Тайваня, Гонконга и Сингапура например на прошлой неделе я как раз читал лекцию в Гунме и вместе со мной выступал один человек из Тайваня профессиональный лектор к тайванцам никакого негативного особо негативного отношения никакого нет и это взаимно тот же Тайвань Тайвань был частью Японии с 1895 по 1945 год то есть 50 лет если в Тайване зайти там в горные деревни то там до сих пор есть люди которые общаются между собой на японском это пенсионеры всякие и если посмотреть со стороны коренного населения Тайваня на самом деле Тайвань он сейчас называется Китайская республика но там проживает больше 20 коренных этносов которые там были задолго до Китая и вот эти этносы они очень любили Японию за то что Япония прекратила политику насильственной китайзации населения вот и в общем к Тайваню никакого негативного отношения нету и даже наоборот это самое популярное направление для туризма у японцев император сейчас влияет на Японию ну у императора очень большой авторитет как бы нет никого кто есть коммунисты которые выступают за упразднение императорской фамилии но основная масса японцев очень положительно к нему относится я повторюсь у него чисто церемониальные функции он выполняет всякие религиозные обряды ну и там поздравляют нацию с праздниками и так далее то есть он пользуется большим уважением но в то же время по закону его политическая деятельность очень ограничена например он не имеет права голосовать он не имеет права жертвовать кому-то деньги он не имеет права высказываться на политические темы не имеет права выезжать за рубеж без санкций парламента в общем очень много ограничений на него наложено поэтому фактически у него влияние чисто духовное ну примерно как у папы римского вот в таком плане окей с чем было связано что японцы имели торговые отношения только с голландией ну в первую очередь с тем что голландцы были а я понял дело в том что ну первые иностранцы которые высадились в японии это были голландцы после них пришли испанцы ну еще там кто-то не помню но не суть важно испанцы были католиками если не изменяет память и они вели в японии активную миссионерскую деятельность они пытались христианизировать японию и центральное правительство японский сегунат видел в этом огромную угрозу мол западные страны пытаются через христианство превратить японию свою колонию в то же время у португальцев ой у голландцев был очень такой либеральный либеральное христианство они никому свою религию насаживать не пытались и миссионерскую деятельность тоже особо не развивали и вот поэтому японское правительство разрешило торговать только голландцам потому что они не пытались насадить японцам христианство это была единственная причина как от японца относится к евреям и иудаизму даже во время во времена второй мировой войны был такой японский консул Чууна Сугихара он спас от холокоста 606 тысяч евреев он выдавал им визы в Японию из-за чего они могли выехать из Германии в Советский Союз ну оттуда уже то есть транзитом через Советский Союз могли выехать в Японию и этот японский консул после образования государства Израиль он получил в Израиле статус праведника мира за то что спас многих евреев в Японии японцы изначально вообще не знали кто такие евреи что такое евреи в Японии их не было да и сейчас их на улицах не заметишь поэтому никаких особо негативных эмоций они не вызывали и еще во времена второй мировой войны японцы наслушались антиеврейской пропаганды мол про то что евреи пытаются загрести весь капитал ну и что они в общем большинство банкиров в Германии были евреями и они типа очень могут в бизнес и в то время в японском правительстве обсуждалась идея вывоза евреев из Германии в Манчжурию потому что Манчжурия была сельским аграрным регионом а японцы думали что евреи с их экономической жилкой смогут как-то поднять этот регион экономически так что никакого антиеврейского движения в Японии не было да и сейчас нету не ну прикольная тема там решить еврейский вопрос создав маленький Израиль в Маньчжурии где китайцы отлично вообще якудза сейчас существует конечно существуют якудза они существуют кстати вполне официально у них есть свои офисы свои веб-сайты можете загуглить у каждой организации свою своя страничка в интернете якудза я считаю что якудза это одна из причин того что в Японии исчезла неорганизованная преступность как бы здесь нет гопников здесь не воруют в поездах в электричках можно спокойно гулять ночью в три часа ночи девушка одна может выйти на улицу ничего с ней не случится якудза они занимаются только крупными преступлениями так сказать они крышуют проституцию наркотрафик торговля оружием но в то же время они притесняют этих своих конкурентов в лице неорганизованной преступности поэтому они можно сказать аналог полиции в темном в преступном мире они и у каждой организации якудзы есть свой четкий устав мораль поведения там серьезно короче у них подход к этому всему да но в последнее время против якудзы стали принимать много новых законов вообще сам факт членства в якудза это не является преступлением но в последнее время например как это по-русски в общем конторы которые сдают квартиры в аренду они нанимают не так существуют частные агентства которые выясняют биографию тех кто пытается снять квартиру в каком-то районе и вот у них есть списки тех кто состоит в якудза и если ты состоишь в якудза то тебе не выдадут кредит в банке тебе не дадут снять квартиру тебя не возьмут на работу ну в общем такое социальное давление на них оказывается но тем не менее они существуют я с ними не встречался конечно но в новостях иногда проскальзывают новости да окей расскажи про японскую религию вообще как японцы относятся к религиях синтаизма в том числе в правом движении ну в японии существует религиозный синкретизм это объединение синтаизма и буддизма почему это стало возможным потому что в буддизме как бы нет богов буддизм это философия жизни как нужно себя вести чтобы вырваться из круга перерождений это скорее инструкция по поведению в то же время в синтаизме наоборот не существует ни одной заповеди там рассказывается мифология как появилось японское государство как японцы там жили развивались как мигрировали там все эти мифологические дела в общем это синтаизм ближе к мифам древней греции чем к полноценной религии и благодаря этому японцы исповедуют параллельно и синтаизм и буддизм отношение простых японцев к религии очень либеральная например говорят что японцы рождаются по синтаистскому обряду женятся по христианскому и умирают по буддистскому почему потому что в христианстве очень пышные свадебные церемонии это выглядит круто это единственная причина то есть серьезно к религии никто почти не относится они ходят в храмы но только потому что это традиция так принято а никакой реальной веры я не замечал среди них в правом движении конечно все посерьезнее они очень серьезно относятся к синтаизму например абсолютное большинство лекции и официальных мероприятий проводятся вы в том же храме ясукуни который синтаистский храм и в храмах защитников отечества в каждой префектуре есть храм посвященные тем кто упал за японию вот они очень трепетно к этому относятся и более того в той же не пон кайги больше трети членов это профессина профессиональные священники синтаизма то есть очень тесные связи между правами и между синтаизмом и во времена японской империи именно синтаизм был обоснованием того почему император почему нужно следовать приказам императора потому что император это потомок богини ама террасу он представитель богов на земле вот о самом синтаизме был там вопрос о самом синтаизме что он из себя представляет не относится к самому синтаизму правы а он пенски и расистские движения которые бы хотели объединить всех азиат правых движений таких нету но существуют такие левые движения это общество марксистской революции общество маоистов общем особенно коммунисты очень любят эту идею что мы должны пойти по китайскому пути объединиться с китаем против объединиться с китаем и северной кореей против западных капиталистов среди правых такого движения нету наоборот для правых самые главные самый первый враг это китай так что никто с ними объединяться не пытается много ли иностранных проситок японии из россии и снг на самом деле больше чем я думал особенно в токио когда я когда идешь по району кабуки что называется район в самом центре токио это квартал красных фонарей и вот там часто можно увидеть вывески ваш рашен бар в общем это не проститутки очень много хостес в общем хостес ты знаешь такой хостес сопровождение ну в общем да они как бы с тобой не спят ты им покупаешь коктейль покупаешь им выпивку платишь деньги они за это с тобой там общаются такого плана в общем без сексуальности в российских любых клубах так девушки делают слушай без всякого названия хостес забалтываете я пью твои коктейли и все это лошара короче это называется знаешь лохануть и продинамить а в японии это целая профессия оказывается и официально прикольно японский смы занимает прозападную позицию по сирии или как и вообще если пропаганда какая-то типа что надо русских мочить или еще что-то и закурил типа японские сми до японские сми занимают крайне левую позицию это по всем вопросам это пошло еще с времен оккупации оккупационного режима макартура поэтому они всячески критикуют любую попытку японии участвовать в геополитических конфликтах в том числе отправлять например силы самообороны для борьбы с исламским терроризмом и про американские военные операции они стараются вообще не говорить особо новостей не про сирию не про украину здесь не было так что да но официальные государственные сми в японии есть один государственный телеканал вот он занимает про американскую позицию естественно особенно это остро стало после того как исламское государство казнило двух японских журналистов ну и поднялась целая волна там протестов против исламского терроризма и вот с тех пор стали поддерживать сша а так обычно если японцы с этим не связаны то в новостях об этом ничего не говорят рада ли что японки любят европейских парней больше чем своих азиат ну это зависит от каждой конкретной японки в японии 127 миллионов человек населения на это как каждый человек индивидуален как бы если ты пойдешь такие районы как робпонги в токио то там все будут на тебя вешаться просто потому что ты иностранец а если ты придешь например в храм ясукуни или в мою организацию не панка это наоборот все будут немножко держать дистанцию так что это очень личный вопрос у гайдзин короче не дать не дай гайдзину на бри ватаны с гайдзинами такого не доходит но нет они там своего такого шевченко который кахает из черноври ватаны с гайдзинами нет такого не было такой необходимости иностранцев не было в японии до недавнего времени отношение к отряду 731 японцев или правого движения в общем и право и японцев вообще японцы языки как японцы изучают историю примерно год они учат средние века потом еще год они учат новое время потом одно-два занятие у них вторая мировая война и они начинают учить современную историю так что никакого представления об отряде 731 мы вообще никакой конкретики японские школьники не знают и вообще не знают чем занималась япония там во времена второй мировой так что у них никакой идеи особое нету есть что касательно правых движений то правые движения не признают отказываются признавать то что эксперименты отряда 731 имели такой размах они утверждают что большая часть документов было сфальсифицировано что на токийском трибунале на трибунале по делам дальнего востока эти преступления ни один человек не был осужден за эти преступления поэтому они являются пропагандой коммунистического китая вот эта позиция правых сил а японцы готовы сотрудничать южной кореи против кнр и кндр японцы то может и готовы вопрос том готова ли южная корея на самом деле но если по отношению к китаю все занимают явно антикитайскую позицию то в южной корее с южной кореи более тесные связи от токио до южной кореи можно за час долететь на самолете в южной корее самый большой процент населения владеющих японским языком поэтому определенные дружеские связи есть но проблема в том что корейское правительство играет на националистических чувствах и постоянно пытается срубить с японии больше бабла за вторую мировую войну если бы правительство изменило свою позицию то я думаю смогли бы они наладить отношения и единым фронтом выступить против кндр японцы готовы его за свою страну вот это самая большая проблема как был такой соцопрос проведен в японии и там только 11 процентов опрошенных ответили что не готовы воевать за свою страну то есть 89 процентов им плевать на свою страну они не готовы жертвовать собой ради страны и вот это это результат политики оккупационных властей это результат промывки мозгов на протяжении 70 лет и вот именно с этим правые движения борется больше всего доходит до абсурда что японские политики от оппозиции в прямом эфире заявляют что япония должна сдохнуть и вот эти люди заседают в парламенте есть те которые протестуют протестуют против того чтобы японцы вывешивали национальные флаги мол если ты используешь национальный флаг то ты фашист и ущемляешь права тех ущемляешь права там китайцев туристам кого угодно и вот эти антияпонские откровенное движение они очень очень бурно выросли на этой пацифистской почве и вот с ними мы боремся в первую очередь в японии средства и массовой информации тоже владеют олигархи честно никогда этим вопросом не интересовался но в принципе в японии очень сильное лобби огромных промышленных конгломератов например всем известные митсубиши на самом деле митсубиши производят не только машины они у них есть и свой банк и своя древообрабатывающая промышленность и японские военные истребители производят митсубиши и японские военные корабли производят митсубиши то есть это многомиллиардные конгломерат если продать первые если продать три крупнейших японских компаний можно купить всю россию то есть валовый как это сказать по-русски общем объем капитала трех крупнейших корпораций равен ввп россии поэтому если поэтому я думаю что из масс-медиа тоже тоже ситуация когда разные промышленные конгломераты и подминают под себя эти масс-медиа и заставляют их как бы ну распространять выгоду себе информацию вот этот вопрос такой каким народом ты бы дал звание почетный ариц кроме японцев наверное тайванцам и несмотря на все разногласия южным корейцам в общем всем тем кто смог в общем всем азиатским экономическим тиграм всем тем кто смог вырваться из нищеты и буквально за несколько десятилетий стать развитой экономической державой ночи на самом деле вопрос задавался мне но я решил его тебе тоже задать я я бы например корейцам и тайваньцам не давал быть звание почетный ариец если бы я вообще был каким-то ну и рейховцам ну то тоже давал японцам бы только и все но фишка в том что я как бы не оперирую термином там ариец я например схожу из другой позиции что должен быть эволюционизм и для эволюционизма должен быть расизм но по крайней мере пока научно доказано что расизм вредит эволюционизму скорее наоборот доказано что он способствует этому то есть отсутствие кровосмешения связи с этим ясное дело я как бы не вижу смысла смешивать европейцев с японцем любым другим азиатам кем угодно вообще кроме расового близкого человека смесь с которым не причинит вреда наоборот даст какую-то пользу в следующих поколениях такая вот у меня позиция на этот счет поэтому тельным ариицы и почетно ли цене оперирую что касается народов которым я скажем так более-менее бодро отношусь в силу их цивилизованности но я в принципе нормально отношусь ко всем цивилизованным людям тупо все независимо с какого они там народа там есть у нас там и хачи цивилизованные бывают опадаются бывают там не ну японцев много цивилизованных почти все наверное ну и так далее но это что касается личного отношения не политического какого-то политического отношения ясное дело строится уже из российских позиций это другое кто тебе нравится больше японки европейки такие личные вопросы пошли у меня девушка японка с я с ним уже три года встречаюсь и я предпочитаю японских девушек никто там не говорите почет никто там докапывается типа слышать что ты там это японскую кровь там это портишь европейших гайдзин какой-то там так я уже говорил что мои организации и этнического национализма нету если ты веришь в императора если ты готов работать на благо японии то тебе все простят я понял а суша в европе там ну такой вопрос тупой наверное зиги кидают в японии зиги нет а японские японские скинхеды нет и кидают зигу там ну они ж свастники там нарядили себе они что смотрят наверное там парадок немецкий зигхаль там нет не делают такого вообще я беру свои слова обратно в японии кидают зиги но не в политическом смысле а в японии очень популярен косплей когда наряжаются в костюмы всяких персонажей и вот здесь нацистская униформа считается очень сексапильной и много кто в нем наряжается и вот когда они играют нацистов то кидают зиги но так чтобы через зигу выражать политическую свою позицию такого я не замечал может конечно национал социалистическая партия японии кидают зиги но я этого не видел а у них такая партия дай ну они называют себя национал социалистической партии но на деле у них слишком мало членов поэтому официально они зарегистрироваться не смогли то есть у них название партия на самом деле это простая группа я понял расскажи про ассоциацию учителей ассоциация учителей была создана сразу после поражения японии во второй мировой войне для того чтобы воспитать новые поколения японцы в духе пацифизма вообще в японии на на протяжении всех двух тысяч лет был очень силен дух бусидо дух воина было презрительное отношение к смерти как бы позорнее позорнее прожить жизнь не достигну своей цели чем умереть сражаясь за нее и эта идея не только у самураев даже до простых до простолюдинов очень были распространены распространено это самопожертвование и американцы видели в этом угроза для себя мол если как-то не изменить японский менталитет то через несколько лет они снова пойдут у нас войной там или попытаются восстать и вот для выращивания нового пацифистического поколения организовали ассоциации учителей японии в нее как я уже говорил набирали в основном левых это социалистов коммунистов социал-демократов но в общем всех тех кто выступал против национализма и против японской империи и была программа war guild программ в которой им объясняли в общем каким образом стоит подавать японскую историю детям то есть как нужно в них воспитать этот пацифизм и вообще любое неприятие войны ну и в нее в прошлом веке почти все учителя были обязаны в нее входить но постепенно это все либерализировалась и на данный момент организация учителей японии она выступа она противоборствует с и министерством образования вот такая немного странная ситуация министерство образования выступает за нейтральную подачу истории организация организация учителей японии за пацифистское образование собственно больше сказать ничего это организация леваков которые работают в сфере образования вот и все правда что в японии ненавидят хочу какой-то российский боги работаем типа заявлял из японии но в японии 98 процентов населения это японцы еще один процент это китайцы поэтому с евреями как армянами азербайджанцами и узбеками и тому подобное они в жизни не сталкиваются и причин ненавидеть их у них тоже нету ничего такого не замечал против ислама многие японцы негативно высказываются против исламского терроризма но что такое ислам что из ислама себя представляет они они себе слова представляют поэтому такого организованного организованного анти исламского движения в японии не существует если негры в японском правом движении таких не встречал белые есть кто в той же моей организации три американца еще состоит профессиональные юристы историки но у них тоже такой мазохистский взгляд на свою американскую историю они выступают с позиции того что америка была неправа когда оккупировала филиппины когда там сбросила ядерную бомбу на японию и что япония должна как бы избавиться от этого американского влияния и вести самостоятельную политику вот такие американцы есть а негров я вообще негров политики не видел ни в японии не в украине там цитируют по поводу ненависти хачам типа этот блогер заявлял что после случая изнасилования турком японки их там начали насиловать прямо в аэропортах турков по ходу самым изращёнском хентайным методом или я войну там ну а таком я не слышал я но из-за того что турки это не первый случай когда турок изнасиловал японскую девушку и я слышал что именно это высокий уровень преступности среди беженцев послужил причиной того что япония отказывается принимать беженцев свою страну например в прошлом году из 8000 приняли 4 и да в общем но чтобы кого-то там насиловали чтобы кого-то там не силе этого я не видел но если хочется посмотреть как японцы месяц хачей то у меня в паблике я публиковал видео как одного турка принимают за торговлю наркотиками до за торговлю наркотиками их месяц а чтобы просто за национальную принадлежность этого я не видел просят параллели провести с украинским национализмом чем японский национализм похож на украинский чем не похож здесь нужно подумать я в украине ни в каких организациях официально не состоял так что с идеологией не особо знаком но самое главное отличие наверное в том что в украине очень сильно идея борьбы идея борьбы за свою независимость идея революции идея там чтобы кровь врагов текла под днепру там такое украина она много сот лет было территории было колонии других государств поэтому очень сильные протестные настроения в японии в правом движении наоборот япония 2000 лет постоянно было японии и об иностранцах они даже не знали поэтому там такого духа протеста нету там скорее стремление к сохранению традиции и стабильности ну не знаю даже как сформулировать это наверно пищу а еще самое главное не знаю за главное это или нет но украинские националисты в самой украине они в парламенте представлены очень слабо в то время как в японии две трети обеих палат парламента это консервативные националисты и поэтому накладывается такой отпечаток что в японии националисты это партия власти а в украине националисты это вечная оппозиция и это тоже как бы на их поведение на их манеру действий накладывает отпечаток наверное в этом плане кстати что общего к чему к трампу моя организация очень поддерживает трампа почему тут двоякое отношение с одной стороны они поддерживают внутреннюю политику трампа это и тому подобное ограничение иммиграции естественно но с другой стороны они негативно относятся к внешней политики в том плане что трамп он такой американский изоляционист и он не собирается жертвовать например американскими солдатами для защиты своих союзников и он много раз критиковал японию за то что она до сих пор не изменила конституцию мол америка должна защищать японию а если кто-то нападет на америку японцы будут смотреть свои телевизоры и нихрена не делать и он высказывался в том ключе что япония должна оплачивать сто процентов расходов на содержание баз сша в японии кроме того трамп выступает против транс тихоокеанского партнерства это зона свободной торговли между японией америка и австралии и другими там странами тихого океана японское правительство япония вообще экспортно ориентированная страна для нее очень важны рынки сбыта и тот факт что сша вышли из этого партнерства очень сильно ударил по экономическим позициям японии поэтому с этой точки зрения японские правы и не любят трампа вот такая ситуация правда ли что японцы считают алтай своей древней родины и хотят его забрать россии я так скажу для начала им бы хотя бы забрать южные курильские острова а там уже как получится но нет я уже говорил о том что японские ученые они зациклены на на исключительности японцев и они считают что японцы изначально были на японских островах что японский народ он не монгольской крови а пришел сын больше со стороны австралии то есть там где снова зеландии из того региона поэтому никаких официальных теорий о том что японцы произошли из алтая никто не озвучивает и вряд ли японцам он вообще нужен отношения христианства но я уже говорил что японцы в основном когда японцы женятся они справляют свадебные обряды вы католических или протестантских храмах просто потому что им нравится церемония искренне верующих японцев я не встречал например сейчас я учусь в вузе который официально христианский вуз его сто лет назад основали христианские миссионеры в префектуре гума и у нас на первом курсе обязательный предмет это история христианства еще какой-то предмет про христианство в общем но даже преподаватели христианства даже те кто профессионально работает как бы священником они не верят в библию как как бы это выразиться в общем я когда про православие читал лекцию я спросил у присутствующих кто из вас верит в то что от это не метафора а реально существующее место ни один человек не поднял руку включая священника потом я спросил кто верит в то что иисус христос реально воскрес опять же не священник ни один студент никто не поднял руку то есть японские христиане они есть есть много христианских вузов в японии которые очень чтят традиции гордятся своим происхождением но искренне верующих в японии скорее всего нету они им есть люди которым нравится учение христа но ничего больше как бы просто вот он говорит хорошие вещи давайте этому следовать но никакого никакой искренней веры никакой там все рокеры попадут в ад там или никаких попыток отменить концерты металл группы этого ничего нету отношения к тайцам которые воевали на одном фронте тайцы опять же иностранцы в японии очень мало поэтому а с таиландом до японские правы очень хорошо относятся к таиланду потому что не только потому что они воевали на одном фронте но и потому что в таиланде тоже существует конституционная монархия и вот таким образом они как бы проводят параллели между японская монархия и тайской монархией и вот в этом плане да они очень хорошо высказываться о таиланде ну да и японский император кстати посещал и филиппин филиппин он точно посещал насчет таиланда не знаю но на филиппинах его очень тепло встретили и филиппинцы тоже изучаются правильную историю и они много филиппинцев благодарны японцам за то что они освободили их от колониального влияния вот такие вопросы не совсем может быть косно по теме ты в рода лир 3 играл бреда лир 3 не играл но слушал но фишка в том что вы дали тянут сюда 1 2 то советские даже кстати и довольствием там мочит америкашек всяких нет у меня среди знакомых геймеров особо нету но я знаю что когда я смотрю youtube часто всплывает реклама world of tanks и там японские танки второй мировой войны гасят советов и американцев и такая реклама есть и значит я думаю есть и игроки которые в ней играют так что более либерально к этому относятся хорошо как право японцы относятся к украина российской войне это организация в которой я состою я когда-то даже добавлял субтитры к речи директора этой организации они считают что япония должна должна ввести против россии самые сильные санкции из всех потому что и украина и япония находятся в одинаковом положении аннексия крыма и аннексия курил это вещи одного плана так вроде вроде включились обратно у меня небольшой баг с интернета случилось и перезагрузилась все просто поэтому такая проблема возникла сейчас я установлю связь с андреем и все будет руки ну мы еще минут буквально десять и будем заканивать так все восстановились пишем вопросы нет андрей пока не оснаюся ладно пока пока андрей нас берет трубку я пока расскажу что нам во втором нашего турнира в том туре нас остается 9 точнее как остается 17 человек 2 добавляется добавляется у нас карен сиропян который является национал либерал не знаю сколько он там туров продержится в первом турнире он сразу встретил что касается второго гостя это был александр алла привет да словно сейчас говорю вторым гостем будет александр шепелев который является представителем новоросского апоочинизма такой русский россиянин который там за весь национализм за русский мир за все остальное андрей ты с нами да 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 все возвращаемся конвей возвращаемся к теме у нас еще мы буквально 10 минут еще позадаем какие-то вопросы если право организации которые являются враждебность вашей есть такие организации это в первую очередь антиамериканские организации трудно переводимое у них название на русский язык в общем такие организации есть с каких позиций они нам противостоят с тех что у нас организация очень про правительственная но фактически в ней абсолютное большинство членов параллельно состоят в либерально-демократической партии японии те право организации которые нам противостоят они выступают за полную независимость японии от сша они требуют полного закрытия всех американских баз америки в японии ну и возвращение к традиционализму вот с этими правыми организациями мы немного враждуем но честно сказать честно говоря это немного не тот уровень и те организации которые антиамериканские они очень маргинальные а это это настоящие правы это то что можно назвать настоящими нацистами в то же время как у нас более такая либеральная организация которая более имеет намного больший политический вес поэтому большую часть времени мы на них просто не обращаем внимание отношение к сева который хотел объединить азию отношение к императору еще воды сны петель перешел на японский они правы и организации например когда у меня брали интервью в офисе этого не панка и ги для 9 по 9 про необходимость смены конституции так вот у них в главном офисе помимо фотографии нынешнего императора висит фотография императора сева император сева к нему нейтрально относятся даже левые силы к нему достаточно нейтрально относятся какая позиция правых по этому вопросу они считают что император сева не имеет отношения к развязыванию войны что у него таких не таких полномочий не такого желания не было что кабинет министров вернее сказать армия которая в то время заняла главенствующее положение в обществе она вынудила его как бы подписать этот договор но сам он всегда был против и более того когда поражение японии стало очевидным он не пошел на поводу у крайних националистов которые требовали воевать до победу воевать до смерти ли то есть на например те же идеологи камикадзе он не пошел у них на поводу и выступил перед нацией с речью о капитуляции то есть он хотел предотвратить огромные человеческие жертвы хотел сохранить японское государство именно поэтому он капитулировал и в этом плане его выставляют как чуть ли не национального героя который прекратил войну и который ценил жизни своих граждан выше политических амбиций вот вопрос последний пожалуй входит ли в программу японских правах разработка оружия массового поражения и настолько не глобальная вообще программа по расширению вооруженных сил есть японские политики которые в том числе члены моей организации в том числе бывший мэр токио который открыто на пресс-конференции заявлял что в ответ на северокорейскую угрозу япония должна обзавестись своим ядерным вооружением что у японии есть и весь технологический цикл для производства обогащенного урана плутония и так далее и единственное что отделяет японию от приобретения ядерного оружия это чисто политическое решение и он выступает за провозглашение курса на превращение японии в ядерную державу мол если будет ядерное оружие то все будут нам серьезно относиться и территориальные вопросы тоже быстрее решаться но в японии есть в 60-х годах был принят без ядерный принцип который гласит что япония не имеет права иметь ядерное вооружение разрабатывать ядерное вооружение и позволять третьим странам размещать у себя в стране ядерное вооружение и этот закон пока этот закон не будет отменен никаких легальных способов ядерного вооружения в японии не существует но если есть японцы которые выступают за смену конституции то по отношению к ядерному оружию 90 процентов крайне негативное отношение у них у японцев есть опыт хиросимы есть опыт нагасаки и они не хотят чтобы эти трагедии когда-либо повторились поэтому большинство японцев выступает за полное ядерное разоружение всех стран мира и в том числе очень сильное лобби против атомных электростанций так что в ближайшей перспективе я не считаю это реалистическим хорошо на этом будем заканчивать следующую субботу у нас эфир турнир где и через бата второй тур кто будет участвовать пока неизвестно воскресенье лекция лекцию романа железного скорее всего ну а дальше узнаем узнаем дальше как говорится будем прощаться ты можешь попрощаться по японски хоть услышу что-нибудь это тебя по-японски я и к ней со и варе тэмус а ну что-то кюнику дом омой омой и даса и дескедо ма минна саю на киори гатого заимащито ари гато